Что такое верхняя мертвая точка? И вы все знаете, что производители предоставляют установочные метки в качестве индикатора установки момента зажигания для системы зажигания двигателя. Зачастую производители вырезают либо пробивают эти метки на коленчатом вале за несколько градусов до верхней мертвой точки. Также вы могли видеть, что производители двигателей обычно набивают установочные метки на гасители колебаний. Они, конечно, могут быть и спереди, или на маховике сзади. Иногда эти метки обнаруживаются на шкиве коленчатого вала. Или они могут быть на самом большом радиусе, который вращается со скоростью коленчатого вала. Метки времени указывают количество градусов до верхней мертвой точки. А в более старых двигателях для настройки момента зажигания использовалась лампочка. Вы, конечно, можете установить опережение зажигания в правильную точку зажигания, но время вращения двигателя. Однако, это должно быть в несколько градусов раньше верхней мертвой точки, которая может смещаться с увеличением оборота двигателя. Конечно, вы можете отрегулировать синхронизацию, ослабив или повернув распределительное на его месте. Но современные двигатели имеют датчик угла поворота коленчатого вала, который напрямую подключается к системе управления двигателем. Сами метки синхронизации коленчатого вала также должны совпадать с метками распределительного вала, чтобы обеспечить правильную синхронизацию клапанов. А более подробнее на моем канале. И не забудьте подписаться, чтобы для вас были доступны все видео без ограничений.